Друзья, привет! Вы на канале турагентства York Travel. Сегодня мы говорим о настоящей экзотике. После посещения Турции, Египта и Чехии у многих туристов возникает желание посмотреть что-то необычное. Что-нибудь из рядом вон выходящее. И для этого создана страна Шри-Ланка. Продолжение следует. Собственно, из-за чего выбирают данное направление? Что есть такого необычного на Шри-Ланке? Смотрите в новом выпуске Киноакадемии. Вот оно, начало путешествия. Сразу понятно, что мы не в обычной стране. Судя по наличию плазменного телека, видно, что передвижение проходит транспортом класса люкс. Начинаем знакомиться со страной. Восхождение на гору Сигирия по сложности нельзя сравнивать с походом на танзанийскую Килиманджаро. Но, тем не менее, поддается она не всем. Итак, в списке must-have на Шри-Ланке Сигирия где-то на первом месте. Самая известная достопримечательность острова представляет из себя огромная, возвышающаяся на 170 метров скальная плата. Расположена эта диковинка в центре острова. Извилистый ландшафт в 1200 ступеней подкоряется тем, кто готов карабкаться примерно 2 или 3 часа. Разрисованная уникальными рукописями Сигирия может похвастаться первоклассным видом на окружающую равнину. Буйная и экзотическая природа. Хотелось бы сказать, полная разных красок, но тут с этим туговато. В Шри-Ланке присущи миллионы оттенков зеленого. Местами коричневая земля и океан. А, собственно, океан в разную погоду играет всеми цветами радуги. Я сейчас в фейле возле девятиарочного моста. Между прочим, поэтому на первый взгляд не очень надежного мосту передвигаются поезда, да еще с людьми. Те, кто себя считают супер смелыми и желают показать класс, садятся на край моста, чтобы насладиться видом самого высокого моста острова. Высота его аж 30 метров. Интересно, такое незамысловатое название девятиарочный возникло до его строительства или после? Но на самом деле не все так просто, как кажется. Если переводить с сенегальского, то мост называется девять небес. И если стоять под мостом и смотреть вверх, то через девять арок видны эти небеса. Следуя этой логике, можно было бы его еще назвать девять лесов, или девять холмов, или девять кустов. В общем, идея, я думаю, вам понятна. Ну, а этот снимок, я думаю, известен многим, кто интересуется Шри-Ланкой. Как вы думаете, кто главный герой данного видео? Птицы? Гора? Нет. Мопед красного цвета. Мопед – главный транспорт Азии, как его еще священным не назвали. Кстати, для более требовательных к скорости товарищей есть байки покруче. На вершине малого пика Адама. Кто такой Адамов пик? И откуда он возник? Достойное внимание панорама и сравнительно простой подъем выгодно отличает малый пик Адама от, собственно, так скажем, стандартного, большого и священного пика. Сложно даже подумать, что на склонах гор вон там, вдалеке, проживают обычные граждане Шри-Ланки. Иногда, да. Что касается доброжелательных ланкийцев, то они не исчезают ровно 1 мая или в сентябре. Они там все время. Собственно, зачем все-таки ехать на Шри-Ланку? В чем плюсы данной экзотической страны? Смысл поездки на Шри-Ланку в том, что вы полностью перезагрузитесь. Шри-Ланка – это минимальное присутствие современной цивилизации. Нет, цивилизация все-таки какая-то есть, но она далека от той обыденности, которую вы привыкли видеть каждый день. Окружающие виды и разнообразные ландшафты, возможность покупаться в океане, заняться серфингом, попробовать морепродукты, фрукты – все это экзотика. Добро пожаловать на Шри-Ланку! Я сейчас в ботаническом саду в Банди. Здесь были обезьяны, но дети из Аблора. Пару слов о сувенирах. Чего такого интересного можно привезти из Шри-Ланки? Все знают, что родиной цилонского чая является данный остров, который ранее назывался островом Цилом. Так вот, помимо чая можно еще привезти различные поделки, маски, сувениры, какую-то косметику натуральную и нет, орехи, специи. А еще из алкоголя кокосовый арак, а также пальмовый сироп и сахар. Разные сувениры, статуэтки и деревянные маски. А вы когда-нибудь мечтали оказаться на настоящих океанических пляжах? Это, по моему мнению, вообще уникальное видео, как нельзя лучше описывающее возможности отдыха на Шри-Ланке. Пляжная часть времяпрепровождения у берегов Индийского океана вызывает у многих туристов, возможно, еще больше восторг, чем экскурсионка. Волна, кстати, пригодна для первых попыток катания на доске. Отель в кадре называется Ритас, один из наиболее доступных вариантов размещения на острове. Расположен, обратите внимание, где? На первой линии, прямо у самой воды, а окружающая обстановка, закаты, большой протяженный пляж, шум волн. Чистота пляжа, конечно, далека от идеальной, но знатоки Шри-Ланки все же делают упор на экскурсионные возможности и направляются вглубь страны. Они не сидят в отеле. А мы смотрим на закат и говорим, до встречи, Шри-Ланка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите следующих видео. До встречи. Ну как, захотелось на Шри-Ланку? Кстати, для более требовательных к скорости товарищей есть байки покруче. Но на самом деле, но на самом деле, на самом деле, как это...